Кто-то купил вчера биткоинов на миллиард долларов. Эти биткоины были куплены и выведены с Coinbase. Предположительно это было сделано двумя китами. И возможно это был Майкл Сейлор и Микростратеджи, ведь они планировали купить биткоин на 900 миллионов долларов. Вот в этом ролике, что сейчас на экране, я об этом говорил. Очень похоже на то, что они это и сделали вчера на этой просадке. Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Микростратеджи увеличила инвестиции в биткоин на 1 миллиард долларов. Вышла эта новость всего лишь 20 минут назад, на момент написания этого текста. Вот оригинальный твит самого Сейлора, в котором он пишет, что компания скупилась на просадке по среднему курсу 52 765 долларов за монету. Теперь они держат 90 531 биткоин, которые купили в среднем за 23 985 долларов за монету. На самом деле ребята, забавно иногда выпускать новости быстрее, чем сам первоисточник, который написал об этом 3 часа назад. Кстати, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, так мы быстрее достигнем отметки в 100 тысяч криптофанатов. С тебя лайк, с меня контент и обзор на серебряную кнопку. Давайте вернемся к теме видео, поговорим об Илоне Маске. Если то, о чем я вам собираюсь рассказать сегодня, окажется действительностью, это очень сильно повлияет не только на биткоин, но и на эфириум и кардана в том числе. Есть причины полагать, что Илон Маск покупает эфириум и кардана. Ты скажешь, это полная чушь и звучит совершенно неправдоподобно. Но еще год назад, если бы тебе сказали, что Тесла инвестирует полтора миллиарда долларов в биткоин, что Илон Маск тоже будет вкладывать в биткоин, скорее всего ты бы ответил на это так же. Мол, это недостоверный бред. Однако сейчас, в 2021-м, это уже далеко не ерунда, а реальное положение вещей. Что еще правда, это то, что Илон Маск все-таки понимает, в чем заключается ценность биткоина, даже несмотря на то, что комментировал его покупку не совсем позитивно. Говорят, что биткоин это почти фиат. И ключевое слово почти. Суд доделал, а в биткоин деньги он и его компания все-таки вложили. Начну с того, что все в этом видео просто догадки, предположения и спекуляции. Но разве это запрещено? Почему бы и не позаниматься этими расследованиями? Тем более, что это так интересно. Итак, первый пункт. Эфириум. Илон Маск с момента создания эфира совсем его не упоминал и ни разу о нем ничего не говорил. Очень долго. Но он молчал лишь до поры до времени. Этот пост от канадского актера и писателя Уильяма Шетнера. В нем он пишет. Мои друзья Виталик Бутерин и Илон Маск пытались решить, что построить на эфириуме. Я все жду и жду их решения. Он опубликовал этот пост 10 мая 2019 года. И только лишь в июле 2020-го, спустя почти полтора года, Илон Маск внезапно замечает этот пост и пишет ответ. Я ничего не строю на эфириуме, но я не выступаю против или за. Я просто не использую его и не владею им. Фактически, это был первый раз в истории, когда Илон Маск сказал слово эфириум. Что ж, теперь мы уверены, что в 2020 году Маск точно что-то исследовал насчет эфира. Раз даже ответил на пост годовалой давности. Следующий раз был несколько дней назад. Этот момент я тебе уже показывал, когда думал над тем, почему упал биткоин. В дискуссии с Питером Шифом насчет биткоина, фиата и так далее, Илон Маск написал следующее. Биткоин и эфириум кажутся слишком дорогими. Лол. Ну вот, он сказал, что эти две криптовалюты находятся слишком высоко, с намеком на то, что он не будет их покупать. Дорого же? Ммм, и что такого? В мае 2020 года он написал следующий твит. Поразительно похожий текст. Акции Тесла слишком дорогие, по моему мнению. Нужно было еще дописать лол в конце. А теперь посмотри на это. 1 мая 2020 года акции Теслы стоят 140 долларов. В это же время его компания проводила обратный выкуп акций. И все равно Илон Маск у себя в твиттере пишет, что акции Теслы слишком дорогие, по его мнению. Что же получается, что эфириум уже больше года находится в расследовании Илона Маска. Как минимум полтора года он изучает все, что связано с эфириумом. И совсем недавно пишет про биткоин и эфириум точно так же, как писал про Теслу. Лично меня это наталкивает на определенные мысли. А вот наталкивает ли тебя? Напиши в комментариях. Пункт номер 2. Кардана или Ада. Ты спрашиваешь, а откуда вообще предположение, что Илон Маск покупает кардану? Сначала оно покажется тебе странным. Поверь мне. Но потом, когда мы склеим конструктор до конца, у тебя тоже появится это странное ощущение, которое появилось и у меня. На данный момент эфириум страдает от дорогих комиссионных в сети, которые сейчас подскочили еще выше. Поэтому многие люди ищут альтернативы. И поэтому такие криптовалюты, как полка Дот и Кардана оказываются на слуху. Так вот, покупает ли Илон Маск Кардана? Посмотри внимательно на его аккаунт в Твиттере. Планеты в оформлении шапки. Ракета на аватарке. Доги в статусе. И что такого? А то, что еще пару дней назад Илон Маск внезапно кардинально изменил дизайн своей страницы. Этого сейчас не видно на главной странице в Твиттере. Но веб-архив сохранил это. Как говорится, что попало в интернет, остается там навсегда. Итак, вот снимок Твиттера Илона Маска за 22 февраля 2021 года. Шапка страницы осталась прежней. Но что с аватаркой? Вилка и дорога. Подпись канала тоже изменилась. Вместо Doggy All Day, Doggy All Night написано MetaFork. Ну и что? Ну изменил он дизайн на один день и потом сразу же вернул все назад. Почему это так важно? А давай зайдем на сайт Карданы. Зайдем во вкладку Узнай о Кардана. Пролистаем вниз до пункта ЦЕЛЬ Карданы. И что же мы здесь видим? Кардано is a fork in the road. Кардано это вилка в дороге. Кардано уносит нас из того места, где мы были. Туда, куда нам суждено прийти. Глобальному, безопасному, прозрачному и справедливому обществу, которое служит как многим, так и избранным. Кардано это вилка в дороге. Вилка в дороге. Ребята, те, кто это заметил, теперь думают, что Илон Маск, возможно, покупает Кардана. И, наконец, последний пункт в сегодняшнем видео. Это Goldman Sachs и Polkadot. Как ты помнишь, в одном из своих видео я говорил, что в Швейцарии должен вот-вот выйти первый биржевой продукт, который обеспечивает доступ к Polkadot. Сокращенно это называется ETP. Простыми словами, это просто акции Polkadot на бирже. Видимо, аппетиты институционалов не ограничиваются лишь одним биткоином. Bloomberg сообщил, что Goldman Sachs, JP Morgan и UBC приобрели акции Polkadot на бирже. Эти банки и институционалы видят в Polkadot потенциал и готовы поддержать его своими деньгами. Я думаю, что это очень позитивный сигнал для Polkadot и его держателей. На этом все, ребята. Если видео тебе понравилось или было хотя бы интересным, не забудь поддержать меня лайком. Меня это всегда мотивирует, а каналу помогает расти. Очень скоро мы с тобой возьмем заветную цель. Подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok